Горькая драматургия судьбы Горькая драматургия Горькая драматургия Абсолютная слава Невероятный успех Который имели его ранние произведения Его ранняя проза И пьеса на дне Постановка Московского художественного театра И собственно говоря Вот этот успех Он достаточно ровно развивался И после смерти Толстого Горький был безусловно Описателем номер один из живых Самым известным русским писателем России и мире Второй период это После революции Когда отношение к Горькому Меняется в силу того, что Просто меняется страна Меняется ситуация, меняется мировая ситуация Горький оказывается Ну фактически в эмиграции Хотя формально это не была Не была эмиграция И он Оказывается как бы не там, не здесь И в России В советской России его В какое-то время не воспринимают как своего То есть соответственно не пропагандируют И эмиграция его не принимает как своего Потому что Знает о его связях с большевиками Знает, так сказать, что он Непосредственно участвовал в революции И в общем И то, что связи С коммунистами у него продолжаются И вот это такой период, когда То ли ему дадут Мобилевскую премию То ли не дадут То ли он вернется в советскую Россию То ли не вернется Вот такой второй этап Третий этап это Возвращение Горького И фактически канонизация его После смерти То есть Возвеличивание при жизни Как такого первого Главного советского писателя А после смерти Канонизация Почему, знаете, в таком буквальном смысле Канонизация Потому что Что такое канонизированная фигура Это фигура Которую, во-первых, нельзя подвергать критике А во-вторых В общем, нельзя Нельзя правду о ней все уговорить А нужно говорить В общем, то, что То, что положено И плюс Сейчас Не все об этом знают Наверняка Многие об этом забыли Что ведь До смерти Сталина Горький Не просто был канонизирован Он был канонизирован Как жертва Одно из главных обвинений Которое подъявлялось Тем, кого судили На вот этом Третьем московском процессе 1938 года По такому Так называемому Право-Троцкистскому блоку Им криминировалось В том числе Убийство Горького То есть Горький Было признано Что Горький А до этого Его сын Максим Были убиты Врагами советской власти Врагами Сталина Там и так далее Это инкриминировалось И Бухарину И Ягодия Инструменты Инструменты Этого убийства Считали Секретарь Горького Петр Петрович Крючков Врачи Трое врачей Проходили На самом деле Четверо врачей Но один Виноградов Он умер Еще во время следствия А Казаков Левин и Плетнев Были осуждены Было расстрелен Плетнев позже Было расстрелен То есть Это как бы Была еще и жертва Жертвенная фигура Но Потом Конечно Уже после войны Этот вопрос Не акцентировался Но тем не менее Горький Был бы условно Коммунизирован Его именем Назвали Город Горький Его именем По-моему Были названы Все парки культуры Половина Половина библиотек Там Барроходы И так далее И так далее И это Безусловно Вот такого рода Мифологизация Она Конечно Образу Горького Довольно сильно Повредила То есть В этом была Положительная сторона Только в том Что Горьким занимались Серьезно То есть Издали в 70-е годы Там 25 томов Академического Собрания Художественного Произведения Очень замечательное Издание Вот Занимались Целые институты Там Умли Краеведы И так далее И так далее Но Конечно Образа Горького Восприятия Горького Это Нанесло Скорее Вред В чем Такое существо И Вот В период Который мы Сегодня Называем Перестройкой Конец Восьмидесятых Девяностые Годы Возникает Естественно Обратная Такая реакция И я Прекрасно Помните Разговор О том Что Горький Вообще Фигура Вымышленная Что Это Фигура Фиктивная Что Появился Такой термин Вреокультура Временно Исполняющая Обязанности Культура Что Вот Горького Создала Советская Идеология Сначала Представление А потом Это Продолжилось А на самом Деле Был Там Какой-то Писатель На рубеже 19-20 Века Потом Приехавший СССР Воспевший Сталина И из-за Этого Ставший Главным И Всерьез Раздавались Были Статьи Раздавались Такие Разговоры Что Вот Все Горького Достать Не будет Вот Его место Займут Совершенно Другие Писатели Бунин Набоков Осевич Кто угодно Те Кто возвращались Те Кто Были Тогда Наиболее Актуальны И Сейчас Как мне кажется Ну сейчас Условно говоря Мне кажется Наступил Какой-то Новый Период Осмысления Горького Когда Ну когда В общем Его уже Не навязывают Но И когда Нет смысла Не испровергать Потому что Все плохое Горькому уже Сказали Все что Можно сказать О нем Плохого Уже Все сказали Все ему Припомнили Двамор Каналы Соловки И статьи О Сталине И так далее И так далее А вот Разобраться Что это все-таки За фигура Почему она Такое место Действительно Занимала Огромное И в Серебряном веке И в первые годы Советской власти И Что это за писатель А Горький Это конечно Не только писатель Это очень многоплановая Фигура Это писатель И революционер Действительно Революционер И общественные дети И Невероятно Интересный культур Тригер Издатель Меценат И так далее И так далее То есть Поле деятельности Вообще Ролей Которые исполнял Горький В этой жизни Очень много И Вот Таким Как бы Симптомом Того Что Начинается Какое-то Новое отношение К Горькому Лично Для меня Явилось то Что Недавно В интернете Появился Такой Очень Интересный Литературный Портал Сейчас Это Новый Такой Тренд Не журналы Бумажные Выпускать А порталы Такие Делать И Борис Куприянов Открыл Очень Интересный Литературный Портал То Что Называется Продвинутый Супер Продвинутый Там Обзор Проходит Даются Обзоры Современной Русской Литературы Мировой Литературы В том числе Переведенные Какие-то Новые Философские Тренды Освещаются Тема Феминизма Обсуждается Там И так Далее И так Далее Вот он Недавно Возник И Какое Они дают Ему Название Портал Называется Горький Я Сначала Удивился Думал Почему Горький Не совсем Соотносится С содержанием Этого Портала А потом Понял Что Это Правильно Это Очень Точное Название Ну Как От противного Начинаешь Думать А как Назвать Бунин Пушкин Как Набоков А Горький Это Вот Очень Точное Попадание Как ни Странно Знаете Почему Потому что Горький Действительно Всегда Он Был Таким Мостом Между Разными Субкультурами Он Был Мостом Между Интеллигенцией И Народом Он Был Мостом Между Интеллигенцией И Революционерами Он Был Мостом Между Иммиграцией И Советской Метрополией Когда Он Сюда Возвращается Он Был Мостом Между Сталиным И Художественной Научной Интеллигенцией И Больше Того Когда Горького Канонизировали И Он Вроде бы Заслонял С собой Многие Другие Фигуры Которых Не Печатали Запрещали И Так Далее Я Прекрасно Помню Это Время Что Горький И Здесь Служил Свообразным Таким Локомотивом Таким Паровозом Который Вытаскивал За собой Других Писателей Почему Потому что Горький Переписывался Общался Очень Разносторонний В этом смысле Был человек Очень Широкий Человек Но Практически Со всеми Людми Своей эпохи И Я Вообще Не знаю Другую Фигуру Которая Одновременно Одновременно Буквально Одновременно Вела бы Переписку С Лениным И с Василием Розовым А Горький Идов Вот И с тем И с другим Он находил Какой-то Адекватный Язык Да И поэтому В советское Время Горький Вот как Я помню Это Очень Такая Очень Такая Модная Тема В то Время Горький И Горький И Платону Горький И Розовым Горький И Андрей Белый За эту тему Хватались Литературы Веда Архивисты Они Благодаря Горькому Вытаскивали Эти фигуры То есть И здесь Он послужил Обратным Образом Выявлением Этих фигур Поэтому Очень Точное Название Но Надо Сказать Что Вот Эта Попытка Демифологизации Фигуры Горького Которая Происходила В 90-е Горького Она В общем Правильная Горького Надо Демифологизировать Но Она С одной С одной С одной С одной С одной Горький Действительно Фигура Очень Во многом Мифологичнее Сама Сама Слава Которая Начинается У него С конца 90-х Годов 19-го Века Она Сама По себе Феноменальна И нуждается В каком-то Осмыслении Потому что Многие Ну Многие В общем Часть Людей Этого Времени Они Не без Основания В общем Видели Здесь Что-то Не то То есть Что-то Здесь Ну Почему Почему Вдруг Такой Невероятный Успех И Относились К этому Очень С долей Такой Скептицизм И сомнений Среди Этих Людей Например Там Был Лев Николаевич Толстой Который К Отчеству Молодого Горького Весьма Скептически Относился Мне Приходилось Ясные Поляне Читать Видеть Пометки Толстого На Полях Ранних Рассказов Горького Которые Были Библиотеки Толстого Я вам Доложу Скверно Плохо Очень Плохо Старик Так Достаточно Скептически Воспринимал Творчество Хотя Очень Интересовался Тем не менее Интересовался Горьким Вот Раздавались Такие Голоса Что Вот Этот Успех Горького Он Обусловлен Только Эпохой Обусловлен Только Вот Этим Предреволюционным Временем Когда Нужна Была Такая Фигура Которая Ну Как Искра Знаете Так Пронесется Бурелесник Такая Грозовая Искра Международом Интеллигенции И Зажжет Такая Революция Но Дело Все в том Что Поскольку Я все-таки Неплохо Знаю Эту Ситуацию Литературную Журналист У Рубежа Веков Я могу Скать Что Таких Писателей Провинциальных Которые Писали Всякого Рода Речевки И Прочие Тексты На Революционные Темы И стихи На Революционные Темы Их Было Очень Много Их Было Очень Много Это Время Это Расцвет Газет В каждом Провинциальном Городе Там Выходили Две Три Газеты Это Огромное Количество Журналов Существовала Нелегальная Литература Все Это Было А Почему Именно Вот Эти Очерки Рассказы Которые Выходят В 98 Году Двумя Выпусками Вдруг Приобретают Такой Резонанс Хотя Надо Сказать Что Со временем Какие-то Вещи Когда Начинаешь На них Смотреть Более Внимательно Начинаешь Немножко По-другому Понимать Например Для меня Было Безусловно Что У Горького Был Огромный Успех У Чёркова Рассказов Но Как-то Я Все-таки Поинтересовался А какой Был Тираж У Чёркова Рассказов В этой Книге Это Двумя Выпусками Выходило У первого Выпусков Восьмого Года А в апреле Девяносто Девятого Года Дарова Товский Издатель Горького Пишет Письмо Алексею Максимович Невероятный Успех Весь Тираж Разошелся За год То есть За год Расходил С три тысячи Да Сейчас С пяти тысяч Только Там Книжка Окупается Вот То есть Понятно Что Это Что Горький Горький Становится То есть Круг Читающих Людей Он Конечно Больше Чем В начале Девятнадцатого Века Это Уже Не сотни Все-таки А тысячи Но Он Достаточно Узкий Все равно Этот Круг Это В общем Круг Образованных Людей Круг Студенчества В общем Тех Кто читали И те Кто могли Покупать Эти Книги А При этом Горького Воспринимают Как Первый Так Ниф Который Возникает О Горьком Это Ниф О писателе Который Явился Из Народных Низов Вот Это Очень Интересно Само Происхождение Горького Сам Факт Его Рождение Его Воспитание Его Детство Отрочество Юности Они Ведь Тоже Все время Вызывают Какие-то Вопросы Существовал Ниф Что Горький Читль Не из Босиков Пришел Небосяк Явился В Литературу И Этот Миф Эксплуатировался Издателями И Журналистами И Сам Горький Безусловно В молодости Какое-то Время Играл Играл В одной Миф Он Конечно В Какой-то Такая Масочная Была Фигура Как Любая Фигура Серебряного Века Он Соответственно Одевался Сапоги Готов 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 Ну как же Как я Открыл Слова Барагауза Эфрона Горький Выходец Из богатых Буржуазных Семьей На самом деле И то неправда И это неправда Горький Если Так Говорить Формально Был выходец Из Мещанского Сословия То есть То что Называлось Городские Обыватели В России Вообще Четыре Было Сословия Священники Дворяне Городские Обыватели Сельские Обыватели Соответственно Еще Городские Сельские Сельские Обыватели Это Крестьяне Городские Делились На Несколько Категорий Купцы Мещане Цеховые Отец Собол Мещанин Максим Салатович Пешков Правильное Ударение На Последнем Слоге Потому Что Горький Сам Так Ставит Своё Ударение В Свою Автобиографическую Трилогию А Вот Воспитывается Он Потому Что Отец Рано Умирает Вообще Ранее Детство Горького И Это Вероятно Сказалось Конечно На Его Мировоззрение И На Его Взглядах Каких То Сказать Главное Нужно На Мировоззрение Его Рождение Первые Годы Жизни У Горького Были Связаны С Такой Трагедией Дело В том Что В возрасте Трех Лет Когда Он Находился С Отцом Матери В Астрахани Его Отец Был Назначен Конторщиком Пароходства Полчина И Алеша Заболел Холерой Он Выздоровел А Отец Который Зародился От него Умер И Это Повлекло За собой Целый Ряд Таких Грамматических Трагических Обстоятельств Дальнейших Потому Что Варвара Его Мать Здесь Буквально После Смерти Родила Второго Ребенка И Он Умирает Максимом В честь Отца Он Умирает По дороге Пока Не возвращаются Нижний Новгород А дальше Алеша Оказывается Такой Обузой Для Дальнейших Повести Это В общем Он Выталкивает Мальчика Ну Не выталкивает Он Вынужден Мальчика Обратно В ту массу Из которой Он Сам Вышел Потому Что В молодости Его Дед Сам Был Гурлаком Он Пробился К Успеху Селф Мэйд Мэн Обратно Иди Которые Люди И Конечно Это Название Вот Этой Второй Часть Автобиографической Трилогии Оно Носит Такой Горько Иронический Такой Оттенок Потому Что Его Выталкивают В Люди А Он Он Не Хочет Смешиваться С Этой Массой Он Он Как бы Хочет Выбиться Из Людей И Поэтому Его Существование В Людях Это Одновременно И Изучение Жизни Изучение Этих Людей А с Другой Сороны Это Постоянное Сопротивление Я бы Так Сказал Что Судьба Горького Такая Совсем Ранняя Это Судьба Как бы Такой Ну Извините За Сравнение Может быть Немножко Неприятно За лягушке Которая Попала В кринку Со сметаной Вот Ей нужно Молотить Лапками Чтобы Сметана Сбилась В масло И Чтобы Она Выбралась Оттуда И Вот Он Он Так Что-то Физически С ним Происходит Когда Он Попадает В Казань И Устраивается Вот Этим Месильщиком Теста Значит Болочного Пекарня Деренкова Который Приютил Сирота В общем Горький И Он Конечно Являет С собой Очень Такой Любопытный Феномен Его Замечают В Казани А в Казани Он едет В надежде Поступить В университет Хотя Совершенно Невозможно Его Смаливает Николай Еврейнов В будущем Довольно Известный Театральный Деятель Вот Ну Какой Университет Местное Училище Начальное Училище Кунавинской Слободы Закончил И Какой там Может быть Университет А Учиться Очень Хочется И Вот Он С одной С одной Месит Это Тесто То есть Можете Представить Лопаты Чан Тесто Замесить Из Муки С водой А за Двойственную Минуту Отдыха Значит Он На этих Мучных Мешках Читает Что Читает Шопенгауэра Читает Маркса Потом Он Несет Эти Булочки Студентам Петербургского Казанского Университета И Казанской Духовной Академии И задает Им Какие-то Вопросы На Эти Темы Они Очень Удивлены Какой-то Странный Парень Вообще Интересуется Такими Вещами Потом В Казани С ним Как это Положено Вообще Когда ты Проходишь Такой Экзистенциальный Такой Путь Одиночки Который Сражается С судьбой Он Пытается Покончить С собой Причем Серьез Пытается Покончить С собой Не Какая-то Инсценировка Была Он Сильный Выкупает Револьвер Идет На берег Казанки Он Сначала Изучает Анатомический Атмос Чтобы Не промахнуться Стреляет В общем чудом Поле Проходит Мимо Сердца Задевает Легкое И В общем И ранение Оказывается Не такое Опасное А в больнице Он еще раз Пытается Покончить С собой То есть Он Пергидрол Я не помню Как назывался Какой-то там Препарат Значит Упивает Ему промывают Желудок После Этого У Горького Происходит Ну он еще Не Горький Я так говорю Горький Понятно Да Это еще Алеша Пешков У него Происходит Очень любопытное Столкновение С церковью Это все Вот такой Казан Его казанский Период Очень интересный Столковение Заключалось В чем Дело в том Что как Попытка Суицида Попытка Самоубийства Это было Церковное Преступление То есть Вообще Преступление Если Церковное То Преступление Соответственно Он обязан Был Принести Покаяние То есть Он должен Был прийти В церковь Раскаяться А он Находится В том Состоянии Когда он Ищет себя Когда Раздрают Он должен Ити каяться Он отказывается И тогда Его вызывают На Разговор Который ведет С ним Священник Профессор Вуховной Академии Казанской Это все Очень серьезно Тогда было Сейчас Попробуй В Казани Покончить С собой Кто-то Не заметит А тогда Об этом Газеты Все пишут Собираются Серьезные Люди Ищевают Его И этот Разговор Заканчивается Горький Сам Рапис Этот разговор Он Произносит Интересно Такую фразу Что Я Пригрозил Что Повешиваюсь На воротах Федоровского Монастыря Сразу Почему Он пойдет На монастырь Вешаться На ворота Дело Просто Все в том Что Поскольку Он Обказывался Принести Покаяние В том Краме Который Он Был Приписан То Его Действительно Имели Право Запереть В монастыре На время Покаяния И Вот Он Этим Угрожался Запрете Я Тогда Повешусь Вам Еще Хуже Будет Ну И Чтобы От Него Отдел Всего Отпустили Вот Это тоже Такой Момент Достаточно Важный Во многом Объясняет Дальнейшее Дальнейшее Отношение Горького К церкви И При том Что Его отношение К религии Было Достаточно Сложно И Сказать Что Горький Был Таким Атеистом Абсолютно Тоже Нельзя Потому Что Ну Он Действительно Да Скажем Там В письме К Леониду Андрееву Своему Другу Он Где-то Там Пишет Бога Нет Леонидушка Когда Андреев Там Пытается О чем Такому Рассуждать Другой Стороны Трудно Назвать Писателя Прозаику Которого Слово Бог Встречалось Так Часто В его Прозе Оно Постоянно Возьмите Львов Аму Гордеев Там Трои Не знаю Жизнь Клима Сангена Жизнь Натвейка Жемя И Исповеди Ну Просто Постоянно Эта тема Его конечно Вероятно Интересовала И вплоть До Последнего Момента Когда По Воспоминаниям Его Медсестры Олимпиады Черковой Он Уже Перед Незадолго До смерти Он Как бы Так сказать Были Такие Потери Сознания То ли Сон То ли Просто Уже Вот И Когда Он Возвращался Оттуда Он Как-то И Сказал Что Разговаривал С Богом Опять Опять Поспорили Сказал Шутил Он Не Шутил Шутил Наверное Ну По крайней Мере У него Отношение К религии Было Достаточно Сложное И В общем То Можно Сказать Что Горький Я Еще Скажу Горький В общем Предпринимал Опытку Бессловно Основание Какой Своей Религии Такой Социальной Религии А вот Отношение К церкви Было Безусловно Отрицательное И Это Объясняется В частности Вот Этим Моментом Молодости Дальше С Горьким Происходит Вот Что Он Возвращается В Нижний Новгород И Кто-то Ему Везет Потому Что Он Становится Письмоводителем У своего Дальнего Родственника У Присязного Поверенного Ланина Очень Хорошего Человека Очень Уважаемого В Нижнем Новгороде Человека У него Была Огромная Библиотека И Горький Имеет Доступ К этой Библиотеке Он Знакомится С Короленко Хотя Вот В Нижнем Новгороде Когда он Возвращается Начинается Собственно Его Еще Такой Революционный Путь Потому Что Из Казани Он На какое-то Время С таким Народником Ромасием Уходил В деревню Вести Пропаганду Они Там Свою Которую Крестьяне В конце Концов Благополучно Сожгли Эту лавку Их Выгнали Оттуда И это Кстати говоря Был первый Момент Такого Стопновения Горького С крестьянством Потому Что Когда Горький Пришел В литературу То Часто Его Они Уписали Как Народный Писатель Писатель Который Пришел Из народа Но народом Строго Горького Тогда Было Крестьянство Горький Конечно Не было С крестьяном Даже Больше Того Горького По отношению Я не знаю Горького Яркого Сильного Образа Крестьянина В его Прозе Ну Если Силан Петров Рассказин Плотов Ну Это Плотовик И то Достаточно Полтагон И то Достаточно Специфический Тип Который Живет Там С женой Своего Сына Славосильного Такой Языческий Такой Богатый Вот А вообще Ну Возьмите Там Гаврила В Челкаше Челкаш Красавец Челкаш Герой А Гаврила То нет И Вот этот Опять-таки Горький Конечно Уж точно Не был Левцом Крестьянство Он Больше того Один Первый момент Это вот Столкновение Когда они Сарамасием Работали В этой Деревне Красновидова А второй Момент Когда Горький Уходит От Ланина И был Такой Период Вот Его Странской Паруси Вот То Что Потом Он Написал В своих Очерках Паруси Замечательный Цикл Рассказов Один Из лучших Произведений Горького Который Напишет О миграции На Хаприа И Вот Здесь Происходит Второе Столкновение Когда Он В селе Кантыбино Видит Так Называемый Вывод Это Когда Жена Изменила Мужа Ее Везут Голой По деревне Там Такая Средневековая Такая Казнь Происходит Горький Из нее Вступился За что Был Изгид Это Второй Момент Поэтому Говорить О горьком Как О человеке Ивившемся Из народа Не совсем Все-таки Верно Горький Уходит Вот В это Странствие Своего Паруси Он Действительно Достаточно Долгое Время Общается С босиками С Этими Бродягами Это Тоже Любопытный Момент Почему Его Интересует Эта Публика И Когда Горький Приходит Литературе Вторая Вторая Мифология Вокруг Его Образа Который Возникает Это то, что Горький из босиков Он пришел из босиков Он сам босик На самом деле Это, конечно, абсолютно Не так Больше того У Горького Есть такой очерк Два босика То есть Кроме Рассказываний Есть такой очерк Два босика Который он не Пересдавал Потом Потому что Этот Очерк Немножко Разрушает Вот этот Там же Во многих Этих Ранних Рассказах Очерк Он сам Присутствует Как фигура Начиная С Макара Чудра Макар Чудра С кем Разговаривает Он разговаривает Вот С автором А в рассказе Два босика Он написывает Ситуацию Когда Два босика С которыми Он путешествует Они прогоняют Его от себя Они говорят Уходи Ты не наш Что ты вообще Ты за нами Подсматриваешь Ты ходишь Мы тебе интересны Но ты не с нами Живешь Он чужеродин Для них Конечно Горький Никаким босиком Не был Но Эта публика Его интересует Эта публика Его интересует И здесь Вот уже Начинается То Что потом У Горького Окончательно Так сказать Созреет В пьесе на дне Его Интересуют Люди Которые Потеряли Свои социальные Родины Потеряли Свои социальные Обличия Потеряли Свои социальные Маски Условно говоря Потому что Что такое Босики Это Это люди Которые По каким-то Обстоятельствам Как правило Печальным Перестали быть Дворяны Там были Есть дворян Люди Среди Бродяг Там Перестали быть Купцами Перестали быть Крестьянами Перестали быть Еще Кем-то И Вот как бы Обнажается Человек Вот когда Он Никто Когда У него Нет Никакой Социальной Роли Никакого Социального Обличия А вот Что Тогда Он На себя Представляет И Мне кажется Что Это Главная Тема У раннего Голикова И Это Та Тема Которую Он Приносит В русскую Литературу Которая Может быть И звучала В ней До Эпизодически Но Не Акцентировалась Так Не Ставилась Так Ярко Так Остро Как Это Ставит Молодой Горький В любом Из своих Рассказов Ранних Возьмите Там Самый Первый Макар Чудра Макар Чудра Который Был Опубликован В газете Кавказ Тифлийской В 92 Году И Этот Рассказ Сразу Начинается С философии Вообще Первое Произведение Горького Это Сидит Этот Старый Цыган И Рассуждает На Тему Того Что Не надо Останавливаться Ты Иди Говорит Иди Не надо Останавливаться Как только Ты Остановишься Жизнь Не Задумывайся Над жизнью Не Философствуй А Иди 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 Живи Просто И Это Таким Романтическим Рассуждением На самом деле И дальше Он рассуждает Зачем Люди Живут Он Источит Всю Свою Силу В эту Землю Явно Крестьянство Имеется Ввиду Выложит И в эту же Землю Ляжет И Книжек Там Не Читает Это Как бы Антифилософия Но Это Тоже Философия И Между Прочим Эти Рассуждения Старого Цыгана Они Абсолютно Совпадают С тем Что Фридрих Ницше Писал В своих Несовременных Мыслях Горький Потом Возьмет Это Название С временной Мысль Для Цикла Своих Статей В период Революции Где Ницше Рассуждает В чем Трагедия Гамна Это Трагедия Гамна Это В том Что Он Задумался Над жизнью Задумался Остановился Все Погиб Надо было Действовать Надо было Двигаться Вперед И Вот Об этом Рассуждает Старый Цыган Когда Очерки Рассказы Вышли В 98 Году То Критика Очень Серьезная В России Была И Критику Писали Такие Люди Как Меньшиков Розенов Михайловский И Когда Михайловский Скажем Прочитал Ранние Рассказы Гурьков Он Сразу Увидел А Михайловский Надо сказать Николай Константинович Михайловский Один из Соиздателей Журнала Русское Богатство Вместе С Короленко И Анинским Но не Накинтием Федоровичем Николаем Федоровичем Анинским Вот Он Сразу Почувствовал Так сказать Что там Там Безусловно Есть Ницшевский Мотив Там Безусловно Есть Ницшанские Мысли И Михайловский Было несколько Он задает Этот вопрос Он говорит Откуда Вообще Ницше В 1900 Году Только Начали Переводить Страх Стали Выходить Его Переводы Гурький Языков Не знал Всю жизнь Не знал 15 лет Прожил В Италии Но итальянский Язык Не выучил Не было Какой Расположенности Таланта Я не знаю Вот Он там Не знал Немецкого Языка И Михайловский С задается Этим вопросом Откуда Вообще Потому что Он читает Макаров Видит Что это Абсолютно Совпадает Со многими Вещами И вообще Вот эта Тема Человека Дна Что Происходит С человеком Когда он Решает Свои Социальные Роли Что Вообще Такой Человек Герой Горького Постоянно Задает Эти Вопросы Босики На самом деле Реальные Босики Не задавались Этими Вопросами Я читал Очерки Такие Ну Журналисты Писатели Дого времени О босиках Босики Совершенно Не были Похожи На то Что Изображают Горький Он Высматривал В этих Людях В этой Среде Тех Кто Его Интересовал Всех Этих Челкашей Коноваловых И так Далее Вот И Он Задается Вопросом Откуда Он Прочитал Ницше Или Догадывается Михайловский Или Эти идеи Сами По себе Носятся В воздухе И Вот Это Очень Точное Замечание Потому Что На самом деле Горький Молодой Довольно Рано Прочитал Ницше Как Потом Уже Стало Известно Еще Когда Он Жил В Нижнем Новгороде До Своих Странствий Он Познакомился С Таким Интересным Человеком Николаем Васильевым Который Был Химик По Образованию Такой Стихийный Русский Философ Он Как раз Знал Языки Очень Хорошо Знал Новую Философию Читал Ницше И Он Проводил С Горьким Такой Ликбез То есть Он Его Что Наспиговывал Этой Философией Это Закончилось До Колького Плохо Он Пишет Об этом В очерке О Вреде Философии Что Он Буквально Стал Сходить С ума У него Начинались Галюцинации Видения Ему Казалось Что Небо Там Свертывается В какой-то Свидок Там Бога Вдруг Видел Наверное Он Что В нем Произошел Такой Философский Надлом После Казанского Нижегородского Перестал Понимать Мир И Поэтому Очень органично Ранний Рассказ Не думай Иди Двигайся А как Не думать Уже Задуматься Горький Читал Ему Васильев Переводил Заратустро И посылал В письмах Вместе С женой Переводились Немецкого Писали на такой Тонкой бумаге И Значит Письмами Кусками Посылали Молодому Алексею Бешкову Он Читал Но Составить Секомное Представление Философии Ницше По Так Горький Улавливал Эти вещи Они Действительно Носились В воздухе Он Был Не то Чтобы Ницшанец Последователь Ницше А он Сам К этому Приходил Понимаете Эти идеи Они летали В воздухе И Выражались У Ницше Так А у Горького Вот так Его раннее Творчество И вот Эта тема Эта тема Называется Голого Человека Такая Экзистенциальная Тема Она У Горького Такого Крещенда Достигает В Песе на дне В Песе на дне В этом плане Это такой В общем Пик Раннего Горького Безусловно Почему Потому что Я не думаю Что Горький Это специально Дел Это потом Прочитывая Эту пьесу По другому Осмысляя Видим Там Эти вещи И первых Увидела Агентифердорча Как раз Который Прочитав Песу на дне Написал Очень интересную Статью В книге Отражение Где он Как раз Пишет Об этих Вещах О том Что Это пьеса Про Этику Будущего И так Далее А когда Ее поставил Станиславский Хотя Ну Это же Ведь Там же Не на этом Был акцент А был Почему Такой Успех Потому что На сцене Вдруг Увидели Все эти Лохмоть Эту Ночлежку Это Было Невероятно Живописно Это был Примерно Тот же Эффект Который Происходил С пьесой Толстого Властьмы Который Тоже Имел Огромный Успех Именно Всего Того Что На сцене Братовских Театров Впервые Появились Люди В опорках В зипунах Понимаете Какие-то Лачуги Там Какая-то Это Это Невероятно Театрально Было И То же Самое С на дне Она Не смотрелась Как пьеса Философская Не смотрелась Как пьеса Дистанциалистская Она смотрелась Как пьеса Бытовая Они ведь Специально Так сказать Ходили На хитровку Они Рассматривали Изучали Эти госяков Воссоздавали Вот эти Вот Все эти Лохмоти Там И так далее И так далее Сейчас Над ней Так не ставят Сейчас Никого Никакими Лохмотями Не удивишь Да Вот А тогда Это было Именно так Но Я не уверен Что Горький Когда писал Над ней Он хотел бы Сказать Вот это Именно Может Он действительно Назвал ее Там Картина Но Это Действительно Вышло Так Потому Что Над ней Мы видим Как Люди Которые Лишились Своих Социальных Ролей Просто Всего Обстоятельств Они Страшно Этого Пугаются И Пытаются Продолжать Играть Эти Роли Вот Они играют Те роли Которых У них Уже Нет Роль Барона Чем Непонятно Был ли Он Барон То Как Он Рассказывает О своем Прошлом Говорит Потому Что Может Он И Был Бароном А Может Бит Он Это Из Книжек Вычитал Актер Уже Не Актер Тут Двойная Такая Игра То есть Он Не Актер Он Играет Актера Клещ Держится За Этот Свой Инструмент Потому Что Если Он Потеряет Этот Инструмент Он Будет Такой Же Как Они То Есть Никем А Он Семнит Что Он Остается Рабочим Человеком Но Его Теряет В конце Концов Инструмент Татарин И Наконец Сатин Который Который Признает То Он Да Вот Все Голый Человек Остался Все Слиняло Там Есть Все Слиняло Один Голубь Человек Остался И Что Тогда А Тогда Наступает В общем Кошмар Наступает Ужас Такой Экзистенциальный Ужас Потому Что Человек Как Человек Он Не Существует Он Существует Пока Он Исполняет Какую-то Социальную Руну А Что Такое Тогда Человек И Вот Эта Тема Она Ставится Конечно В Надне Она Никак Не Решается Потому Что Но Здесь Горького Здесь Уже Есть Наметки И Будущей Религии Социализма Они В частности Звучат Во-первых В словах Сатина Человек Это звучит Гордо Это Абсолютно Протрастируется Тем Что Показывается В пьесе Пьесе Показывает Что Человек Ничто Никто Пришел Лука И всех Пожалел Они Порадовались И убежал От них Потому Что Не Можешь Спасти Вот А И Вдруг Сатин Произносит Это Монолог Человек Это Звучит Гордо Фраза Которая Потом Становится Абсолютно Афоризмом И На Нем Могут Смеяться И Могут Пародировать Все Она Врезана Врезана В сознание Человечества Человек Звучит Гордо Вот А С другой Сто После Этого Монолога Сатина Вы Помните Чем Это Кончается Актер Идет И Повесился Повесился Испортил Песню Дурак То есть Вот Два Выхода Или Что-то Должно Кардинально Меняться То есть Должно Происходить Какое-то Абсолютное Преображение Миру Устройства Мир Должен Быть Построен На каких-то Новых Началах Или Тогда Саоубийство Тогда Актер Повесился Испортил Песню Я еще раз повторю Что я не уверен Что Горький Вкладывал Эти смысл Но Они Они прозвучали Там И именно Поэтому Эта пьеса Так Долговечна А дальше С Горьким Происходит Следующее Ну Я конечно Так несколько Спрямляю Линию Судьбы Потому что Горький Очень пестр Очень Разнообразная Фигура Я очень много Здесь пропуска И неизбежно Но Горький От своего Такого Влечения Вот этими Отпетыми Людьми Людьми Которые Выпадают Из социального Миропорядка Он Приходит К идеям Социализма Социализма Которую Понимал Конечно Голокор По-своему Вообще Это очень Интересная Эпоха В том Плане Что В то Время Идеи Ницше Они Не противоречили Идеям Социализма Они Больше того Многие Социалисты Они Начинали Как Ницше И Не Переставали Быть Ницше Ницше Социализм Горький Это мост Между Ницше Социализм Он Так И Воспринимался В Европе Горький Поэтому Когда Горький Петел Своё Первое Заграничное Путешествие В 905 Году Когда Он Вынужден Ей Потому Что После Участия В революции 905 Года Он Нереально Участвовал На Его Квартире Скрывался Гапон Они Вместе С Морозовым Переодевали Там Приклеили Бороду Переправляли За границу И Горький Попадает В Петропавловскую Крепость Под Давлением Европейских Писателей Его Выпускает Но Он Уезжает В Миграцию Вот Он Оказывается За границей И Он Там Намечалось Она Не Состоялась У Встреча С Сестрой Ницше Элизабет Ферстер Ницше Они Вступили В Такую Переписку И Договорились Что Встретиться Но Она Куда Уезжала Потом В Америку Ехала В Европ Он Совершает Такое Европейское Турне Он Безусловно Очарован Европейской Культурой То есть Его Горький Становит Таким Западником Европейцем И После Да В это Время Он Сходится С Мари Федоровна Андреевой С С Гражданской Женой Но Я Не Буду Здесь Подробно Рассказывать Как Раз Эти Истории Жен Горького У нее Была Одна На самом деле Жена Это Екатерина Павловна Пешкова Законная Это Была Гражданская Олега Каминская Мария Федоровна Андреева Они Едут В Америку Едут В Америку С Определенной Целью С То есть Горький Это Время Он Безусловно Такой Рим Лицамер Он Ступает В РСДРП Причем Большевистское Крыло Он Знакомился С Лениным Вот И Но Надо Сказать Что Для Писателя Того Времени Вступить В партию Это Не Означало Себе Какой-то Профит Получить Это Наоборот Было Это Было Достаточно Дерзко И Достаточно Такой Смелый Акт Не Случайно Там Появляются Статьи Под названием Конец Горького Там Философов Пишут То есть Писателю Стать Партийным Это Это Был Вызов Такой Вот Горький Становится Членом Партии Потом В 17-м Годом Перестанет Членом Партии Он Начинает Достаточно Переписывать Достаточно Близко Общаться С Лениным И Они Едут В Америку С Андреевым Вполне Конкретной Целью Это Собирать Деньги Для Московского Вооруженного Востония То есть Для Революции Но Этой миссии Практически Не удалась Поездка Горького В Америку Он встречается С американскими Писателями Со многими Известными Но На Америке Горький Обжигается Потому что Америка Оказывается Достаточно Консервативной Буританской Страной И Когда В Америке Узнают Что он Не венчан С на Их просто Выселяют Из гостиниц Не берут Не выселяют Ни в одну Гостиницу Они Вынуждены Поехать К своим Поклонникам Горького На Виллу Саммербрук Это Под Канадой И там Кстати говоря Горький Как раз Пишет Тот Самый Роман Скорее Все-таки Это Поесть Мать Которую Потом Изучали Во всех Советских Школах Поесть На самом деле Достаточно Интересная Если Ее Не Навязывать Если Ее Не Изучать Как Учебник Такой Как На школе Заставляли Поесть На самом деле Очень Интересная Потому что Это Фактически Такая Попытка Написания Евангелия Для Рабочих Горький Прекрасно Ведь Понимал Что Не Только Русский Крестьяне Но И Среди Рабочих Тема Религия Играет Очень Большой Урок И Мать Это Такая Что Происходит В матери В матери Есть Такая Ключевая Сцена Когда Павел Становится Революционером Он Пьет Массив Рабочая Пропадает Смотрит На него Плачет А потом Он Преображается Перестает Пить И Он Приносит И Вешает На стену Картину Интересно В чем Революционер Вешает На стену Картину Христос На путевый Маус И Это Как бы Ключ Понимания Матери Этой Поиски Потому Что Сюжет Христос На путевый Маус Это То Что Происходит С Христом После Распятия Когда он Является Учеником Уже Воскресший И они Не узнают Его Он так Специально Делает Они Не узнают Пока Они И Узнают В нос А потом Они делают Так Что Они Прозревают И узнают Его Узнают Что Вот Это Христос Это Воскресший Христос И Сюжет Матери Заключается Ровно В том же Мать Ниловна Которая Главная Герой Она Как бы Она Церковная Очень Женщина Она Верующая Женщина И церковная Женщина Она В какой-то Момент Понимает Что Истинные Ученики Христа Современные Апостолы Это Дети Как Она Называет Это Они Несут Истинное Христианство Они Церковь Вот С ней Происходит Так Проображение Поэтому Повесть Горького С такой Историко Литературной Точкой Очень Интересна А После Матери Горький Пишет Да В Жизненном Плане Что С ним Происходит Из Америки Он Едет На Он Попадает В Италию И В Италии В Неаполе Его Просто С невероятной Посещают Итальянцы Его Оказывается Невероятно Любят В Италии Его Переводят В Италии Читают В Италии Его Чуть ли Не на руках Несут Когда Встречают Неаполе И Италия Настолько Нравится Горькому И он Поселяется На Капри Потому что В Россию Он вернуться Не может Вот С 906 По 13 Год Семь лет Практически Безвыездно В общем Вообще Безвыездно Горький Живет На Капри У Капри Это Очень Дорогой Курорт Господин Из Сан-Франциско Где Бунина Рассказ Где Американский Леонид Плывет И там Он Как раз На Капри Плыл Вот Но Вообще Вот этот Каприйский Период Горький Он Очень Интересный Потому что С одной С одной Он Невероятно Плодотворен Был Для него В творческом Плане Многие Лучшие Вещи Он Написал Цикл Рассказ Паруси Детство Многие Очерки Васа Железнова Первая Редакция И другое Другое Вообще Очень Плодотворно Потому что Не надо Он Не может Никуда Ехать И Революция Там Пока Не Получилась Вот Дольство С другой Стороны Вот Именно На Капре Проявляется То Что Горький Является Такой Как бы Центральной Фигурой Своей Эпохи Такой Зловой Станцией Потому что На Капре Туда Приезжает Шалябин И туда Приезжает Ленин Туда Приезжает Бунин И там Живет Богданов Который Конфликтует В это Время С Лениным И составляет Там Моопозицию Там Устраивается Школа Для Рабочих Которую И пропагандирует Там Свои идеи А что Нарабочие Это Те Рабочие Которые Участвовали В революции И вынуждены Уехать Потому что Была Рабочая Миграция После Поражения Революции 1905 Года Была Большая Рабочая Миграция Вот И Здесь Школа Для Рабочих То есть Здесь На Капре На этом Островке Итарьянском Происходит Просто Какое-то Бурление Такое Российское Общественное И литературно Художественное Жизни Какое угодно Вот Вокруг Горького Вот И В это В это Время Горький Вот С ним Происходит То Что Потом Так Загадочно Назвали Периодом Горьковского Богостроительства Которое Иногда Путали С Богоискательством Что Имело Седу Под Богостроительством Конкретные Богостроительские Идеи Горький Высказывает Они Отчасти Есть Его Матери Отчасти Они Есть Даже Песен Одни Уже Когда Сатин Проявилась Вот Эта Загадочная Эта Фраза Я Ты Магомед Человек Это Не Я И Ты Человек Это Я Ты Магомед Все Мы Вместе Вот Это Какая Такая Странная Фраза И Отчасти Это Есть Матери А В Повести Исповедь Не Могу Сказать Что Это Какая Самая Выдающаяся Повесть Горького Хотя Она Местами Очень Интересная Но Там Очень Интересный Комец Потому Что В конце Горький Показывает Как Коллективная Народная Энергия Вот Буквально Эмманация Коллективной Народной Энергии Действительно Поднимает Калеку На ноги То есть Происходит Некое Чудо Он Он Признает Как бы Чудом Показывает Что Происходит Чудо Но Это Чудо Не Божественного Происхождения А Это Вот Воля Народная Это Как Народный Такой Коллективный Дух Который Вырабатывает Вот Эту Невероятную Энергию Которая Может И Человек И Спасти И Может Вообще Горы Сдвигать Это Вот Такая Идея Суть Богостроительства Заключается В том Если Грубо Говорить Что Мир Устроен Богом Неправедливо Он Устроен Несправедливо Эти вещи Горький Высказывал Еще В такой Ранней Своей Поэме Васька Гуслаев Где У него Васька Значит Изукрасил Землю Насадил На ней Садов И так Далее А потом Начинает Хвастать Перед Богом Он говорит Вот Посмотри-ка Господи Ваш Тюгер Сейчас Вольно Цитирую Ты Ее Камнем Бросил В небеса Я же Ее Сделал Изумрудом Дорогим Посмотри Как Она Господи Там На солнце Дал бы я Тебе В подарочек Да Накладно Будет Самому Дорога Вот Такой Спор С Богом Бог Устроил Мир Неправильно Несправедливо Человек Это Понимает И он Переустроит Этот мир Он Сделал Вот В чем Идея Богостроительства Нового Богостроительства Народная Энергия Коллективная Энергия Это В общем Своеобразная Религия Социализма Которая Приходит Горький И которую Он Пропагандирует Но Дальше Происходит Мировая Война Которая Которую Горький Абсолютно Не Принимает И Он Категорически Выступает Против Войны Не Принимает Такой Патриотической Позиции Его Обвиняют В Антипатриотизме А дальше Происходит Революция Революция Которую Горький Безусловно Готовил И Февральскую Революцию Он Принимает С восторгом Принимает А Октябрьскую Нет Октябрьский Переволюция Не Принимает И Начинается Достаточно Тяжелый Для Горького Период Когда Он Не Идет На сотрудничество То есть Он идет С одной Сторону Он пытается Создавать Удоприсдательство Всемирная Литература И так далее Но при этом Резко Критикует Ленина И в общем Ступает С ним Конфликт И в результате Фактически Ему Он Эмигрел В 21 Году Он Езжает Европу А дальше Начинается Возвращение Горького Возвращение Горького Обратно И это Достаточно Интересный Процесс Потому что Тут вопрос Заключается В том Горький Как бы Уехал От Ленина А вернулся К Старин То есть Он уехал От одной Диктатуры А возвращается К еще Большей Диктатуре Почему Это так В этом Видят Какую-то Какую-то Непоследовательность И подозревают Что это Произошло Потому что Сталин Горького Купил Элемент Покупки Был Безусловно Он был Можно смотреть Правде Глаза У Горького Когда Горький Оказывается За границей Во-первых Он первого Времени Пускает В Италию Он хочет В Италию А в Италии Пришел К власти Муссолини Надо забывать Что Италия В это время Уже фашистская Страна Среди Иммиграции Горькому Плохо Потому что Он слишком Крупная Фигура Чтобы жить Просто там В изгнании Он привык К широкой Деятельности Общественной Наконец Его пускают В Италии И любопытно Что Как раз В этот момент До 24 Года Когда Горький Поселяется В Соренто Накаприев Не пускают Кстати говоря Накаприев Не разрешают Жить Потому что Помнят Что происходило Накаприев В период Первой Миграции Горького Какие-то Бурлили Страсти Ленин Туда Прижил Но В Соренто Он поселяется До того Как он Поселяется В Соренто Ему Приходит Очень Интересное Такое Письмо От Зиновьева От Зиновьева Который Был его Врагом На самом деле В 17 18 19 Еще Годах Потому что Зиновьев Был Председателем Петросовета А Горький В это время Становится На сторону Интеллигенции И вообще Гонимых У него В квартире На Кромневском Проспекте Там И члены Царской Семьи Прячутся И там Опальные Большевики Меньшевики Сэры Кто Кто Угодно Зиновь У него там Обыски Периодически Устраивают Он едет Жаловаться Ленину Ленина Вызывает Зиновьев Зиновьев Там Обморок Происходит То есть Они в конфликте А тут В 23 Году Зиновьев С припиской Бухарина Пишет Горькому Письмо Что Возвращайтесь Алексей Максим Здесь Все Хорошо Одна Беда Он пишет Ильич Плохо Ленин В это время Умер Больной В Горках А Так Все Хорошо Возвращайтесь Зачем Вам там Жить Вам Вам там Делать Нечего Он там Не развернулся Здесь Вот И Горького Пускают В Италии И он На какое-то Время Поселяется В Соленто Но В какой-то Степне Его возвращение Было Предопределено Потому что Конечно Горькому В эмиграции Было Тесно Горькому В эмиграции Было Скучно А во-вторых Элемент Покупки Был В чем В том Что Здесь Выходило Собрание Сочинений А деньги Ему Перечислялись Через Госэздат Через Его Будущего Секретаря Кручкова Всячески Задерживались Мы давали Понять Или Возвращаетесь Тогда Все получаете Или Живите Как хотите А финансовые Трудности Начинались Горький Привык Жить Любосольно Большой Семьей С гостями И так далее Но дело Не только В этом Дело в том Что Горький Я как-то Подробно Об этом Не рассказывал Но коротко Скажу Он ведь Конечно Был Невероятный Культуртрейлер Одно издательства Знания Чего стоят Это было Лучшее издательство Своего времени Которое там Платило Огромные гонорары Писателям Которое Это совершенно Новый принцип Там Когда они Получали Деньги За переводные Вещи Хотя не было Никаких конвенций Там и так далее Журналы Которые он Выпускал Газеты И в этом плане Сталин Дает ему Конечно Огромный Карт Плач То есть Пожалуйста Институты Открывать Ради Бога Литературные Институты Журналы Пожалуйста Вот И это был Главный Главный Заманивающий Для Горького Рима А кроме того В эмиграции Это ведь Мы тоже Так воспринимаем Что Эмиграция Там шла Грызня Там шла Там достаточно Плохо Воложить И достаточно Тяжелая Словная Была атмосфера Вот Горький Приезжает сюда Но Горький Как мне кажется Вот в этот Период До своей Смерти Он Он пытается Вести Он пытается Вести Играть Какую-то Свою Игру И она Ему во многом Удается Безусловно Она во многом Удается Гронский Такой Крупный Литературный Чиновник Как раз Вот он Был Главным образом Создателем Союза Писателей И он Был Он придумал Термин Социалистический Реализм Он писал Что Сталин Играл С Горьким Он Его Обманывал Но Он Такая игра В поддожди Была Горький Просил Сталин Давал Давал Освободить Так сказать Этому Бухарина Сначала Репрессировали Потом Снова Вернули Вот Это Была Такая игра И Горький Оказывался Как я говорю Таким Мостом Между Между Интеллигенцией И Властью Вот Я Конечно Очень Сумбурно Рассказал Судьбу Горького Но Она Действительно Была Очень Драматична Может быть Вопросы Будут Какие-то Про Что Про Женого Прозун Прожун Прожун Да Ну Строго Говоря Жены Было Три Первая Ольга Каминская Акушерка А мать Её Была Той Самой Акушеркой Которая Принимала Роды Матери Горького То есть Она Восприемницей Его Была Вот Горько Это Показалось Забавным Интересным Она Была Старше Его На На Восемь Полом Лет Вот Разошёлся С ней Потому Что Когда Он Читал Ну Это Конечно Может быть Ну То есть Это Правда Но Не только Это Было Причиной Развода Но Когда Он Читал Рассказ Старуха Изергиля Она Заснула Это Как-то Ему Совсем Не Понравилось Екатерина Павлана Пешкова Это Действительно Настоящая Жена Вот Вы Знаете Вот Её Принято На первом Слоге Ударения Именно Екатерина Павловна Пешкова Вот И Горького Часто Его Называют Пешком Да Алексей Пешков Но Поскольку Он сам Всё-таки Поставил Это Ударение Давайте Как Уважать Его Горю Пешков Пешком А не Пешком Вот Екатерина Пешкова Девичество Волжина И Она Была Корректор Избедневшего Глорианского Рода И Конечно Когда Горький Женился На ней У него Достаточно Преображается Жизнь Потому что Горький До Женитьбы На Екатерины Павловны Когда Смотришь Там Какие-то Фотографии В соломенной Шляпе В брюках С поясом В толстовке В сапогах Неухоженные Волосы Длинные После Женитьбы Он Ведет Совершенно Другой Образ Жизни Пусть Когда Читаешь Воспоминания О раннем Горьком Вдруг Люди Которые Приходят К нему Видят Совершенно Другое Она Встречает Гостей Алексей Максимович Там Еще Спит Работал Ночью Он Начинает Жить Такой Писательской Жизнью В Вообще Люди В того Времени Конечно Очень Много Было Игры Роли Играл Роль Такого Выходца Чуть ли Не Из Босиков А потом Он Играет Роль Такого Как Сказали Сегодня Такого Преуспевающего Буржуазного Писателя Тоже Не Стесняется Этой Роли Если Вы В Нижнем Новгороде Посмотрите Музей Квартиру Горького Это Очень Интересно Я Сам Туда Довольно Поздно Попал Уже Книжку О Горьком Написал Даже Люблю Такие Музеи Замкнутые Вот Но тут У меня Просто Я был Меня Повели И я Был Потрясен Совершенно Это Горький Жил Там С С С С 1902 По 1904 Год Ну Что Такое 1902 1904 Год Это Ранние Рассказы Горьков Вот На Дне Но Это Только Он Произошел В 1902 Году А Вышла Она Вообще 1903 Опубликована Была Вот Но Это Второй Этаж Лучшего Доходного Дома В Нижнем Новгороде Это Огромная Квартира Где Есть Его Кабинет Две Столовых Детская Кабинет Отдельный Для Екатерины Павловны Отдельная Комната Для Шаляпина На Случай Приезда Там Есть Телефон Я Сколько Он Платил За Телефон 300 Рублей В Месяц 300 Рублей В Месяц Огромные Деньги Я Говорю А где Телефон Телефоны В пароходстве Были В Нижегородском В то Время Он Как бы Ведет Совершенно Другой Образ Жизни Это Тоже Нормально Совершенно Это Не Это Не То Что Гонько Упрекает Иногда За То Что Он Любил Комфорт Комфорт Все Любят Почему Он Должен Если Он Имел Такой Успех Литературный То Что Он Должен Быть В Бочке Как Дядя Жить Но Самое Главное Что Меняется Его Манера Горький На фотографиях Этого Время Ты Видишь Что Он Хорошо Одет Он Становится У него пропадает Вот эта угловатость Пропадает Он Он Совершенно Спокойно Общается С Интеллигенцией Общается При том Что Горький Действительно Невероятно Образованный Человек Поэтому Вот эти Все слова Про то Что Он Был Самоучка Выскочка Это Все Говорят Люди Которые Не Представляют Степень Образованности Горького А степень Образованности Горького Она Поражала Академиков Она Поражала Людей Науки Из разных Областей Потому Что Он Действительно Невероятно Много Знал И Обладал Абсолютно Феноменальной Памятью Он Запоминал Все Вот Сейчас Это Дима Горьков Такой Все Что Прочитал Все Прочитает Все Помнит На всю Жизнь Наизусть И Горького Была Такая Память Это Феноменально Абсолютно Вот Читал Невероятно Много Он Всем Интересовался И Поэтому Вот Это Другое Это Связано Было В Какой-то Степени Женит Что Касается Лукуда Андреевой Ну Это Место В котором Это Хат Это Актриса Есть Такая Версия Что Я Не знаю Не берусь Я не занимался Специально Театральными Делами Что У Станиславского Это была Политика Своеобразная Женить Больших Писателей Больших Драматургов На своих Актрисах Вот Чехова На Книпер Горького Значит Андреева Я не знаю Я не берусь Эти вопросы Обсуждать Но Так Или Иначе Действительно Он Невероятно Увлекается Мари Мари Федоровна Она Им Это Происходит Еще В Севастополе 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 На Гастролях В результате Она уходит От Желябушского Он уходит От Екатерины Павловны Но не разводится С ней Он Не был с ней В разводе Вот И потом Это Европейское Турне Поездка В Америку И жизнь На Капре Но Туда же На Капре Приезжает Екатерина Павловна И там Живет Его Сын Максим Подолгу Так сказать Вот И Ну Вот этот Наверное Такой Тип Мужчины Который Который Как-то Вот Из Закона С женой Общается И Потом Они С Андрилой Расходятся И Андреева Она Присутствовала Скажем На Похорону Колькова Да Когда Было Прощание С ним Когда Урмус Прахан В Кремлевскую Стену Замуровлен Но Когда Например Читаешь Смотришь Какую ситуацию В Горках Где Горький Умирал Последние Дни Горького То Марии Федоровны Там нет Там Екатерина Павловна И там Бутберг Мария Геннадьевна Бутберг Это Тоже Очень важная В жизни Горького Женщина Которую Безусловно Был Влюблен У нее Один Был Влюблен У нее Герберт Туэллс Был Влюблен Еще Разные Люди Ее Ее Он Посвятил Жизнь Климаса Геннадьевна Своя Последнее Произведение Вот Она Там Находится И Екатерина Павловна Находится А Мария Федоровна Там Нет То есть Она Не Вхожа В Это Время В то Что Называется Семья Горького Семья Горького Это Очень Такое Обширное Понятие В Семья Горького Например Входил Иван Ракицкий Это Был Просто Художник Малоизвестный Который Во Время Революции Питерского Голода Пришел Горькому Через Каких-то Знакомых И Остался Жить У него Навсегда И Потом С ним Жил Наверное Соренто И Потом Здесь С ним Жил И В последний Путь Его Провожал Есть Фотографии Где Стоят Почетные Эскорды И Там Стоят Ракицкий Вот Туда Входила В это Время Скажем Там Племянница Ходосевич Валентина Ходосевич Но Самый Конечно Близкий Круг Это Екатерина Павловна Это Олимпиада Черкова Ну В общем Скорее Всего Это Была Последняя Женщина Горького Олимпиада Черкова Горький Она Считала Что В пьесе Егор Балычев И другие Гварфира Это Она То есть Он Ее В образе Гварфира Там Изобразил А Егор Сам Балычев В этом Есть Какое-то Основание Как Горький Показал Самого Себя В этом Пьеса Егор Балычев И другие Она Конечно Очень Точно Рисует Ну Не То Что Буквально Так Но Она Похожа На Конец Горького Потому Что Что Такое Смерть Паучева Это Большой Человек От Которого Зависит Много Людей От Жизни И Смерти Которого Зависит Очень Много Людей От Того Как Он Умрет Что Что Достанется Им Что Что Достанется Наследство Тому И Вот Это С Горьким Происходит Это И с Толстым Происходило В конце Жизни Почему Это Раздрай Вокруг Завещание Его Это Невероятная Конфликт Софья Андреевна Этот Уход Из Дома Где-то Чертков И так Далее И с Горьким Какой-то Действительно Тоже Это Происходит Потому Что Большой Человек Много Людей От Невзависим И Вот Он Булучер Это Показывает Вот Олимпиада Черткова А так Ну Есть Много Разговоров По поводу Гиперсексуальности Горького Не знаю Мне всегда Кажется Что Эти Все Разговоры По поводу Гиперсексуальности Пушкина Гиперсексуальности Толстого Там Раннего Горького Они Все Сильно Преувеличены Потому Что Он Столько Написал Он Столько Работал Горький Он Столько Сделал А кроме Того Что Написал 25 Томов Художествен Произведений И Надо Скать Что Честь Алексея Лаксюшина Точно Никогда Не Почевал На Лаврах Вот Это Не Современные Писатели Которые Сдадут Первую Книжку Получат Прим И Все Они Он Всю Жизнь Я Всю Жизнь Учусь Писать Он Действительно Учился Все Время Экспериментировал Искал Здесь Ставят Я знаю В рамках Этого Проекта Была Уже Инценировка По Рассказу Карамара Это Рассказы 22 24 Годов Совершенно В другой Манере Написано Горький Не Писал В этой Манере Он Пишет В это Время Заметки Из Дневника Удивительная Совершенно Книга Горький Вроде Не Вел Такой Постоянный Дневник Но Здесь В форме Дневника Как Бы Из Дневника Как Будто Бы Это Дневник Какие Записки На Сам Деле Когда Ты Читаешь Это Специально Написано Это Новый Он Экспериментирует В новом Жанре Удивительная Такая Книга Осколочная Где Очень Интересно Показаны Разные Люди Известные Совершенно Там Неизвестные Вот Ну И Наконец Жизнь Книга Сангина Такую Махину Поднять Вот Так Что Он Работал Плюс Если Вы Посмотрите Сколько Он Написал Писем Сколько Он Скольких Проектах Он Участвовал Там То Конечно Это Фабрика Была И Уж Там Если Грешит То Не Это Было Дамом Содержании Жизни Вот Примерно Так Буддерг Он Любил Действительно Это Была Страсть Страсть Такая Она Тоже Пришла К Ему По Каким То Делам На Кронгерский Проспект Упала В Обморок От Голода И Осталась Там Надолго Но Это Интересная Женщина Про Нее Целые Книги Есть Там Берл Железная Женщина Вот Она Была Гражданской Женой Берл Берл Уэллс И Горький Ревновал И Страшно Курас Два Таких Писателя Не Могли Поделить С Бутберг Связана Какая-то Достаточно Темная Страшная Чемодан Дело Горький В Эмиграции Оставил Какой-то Архив Какой-то Архив Который Он Не Привез Сюда Вот И Есть Такая Версия Что Бутберг Была Во-первых Сначала Допущена Сюда К Умиравшему Горькову А потом Извините Выпущена Отсюда Обратно Потому Что Она Потом Жила В Англии И Умерла Там Вот Потому Что Она Привезла Вот Этот Архив Потому Что Если Бо Он Оставлял Архив Очевидно Он Оставил Бо Его У Гутберг Он Ей Доверял Вот Эта Версия О Чемодане Что Могло Быть Какая-то Переписка Его С Оппозиционной Частью Сталинского Окружения Потому Что Действительно Он В Берлине Скажем С Казни Эсеров Он Пишет Францию И Рыбкову Да Вот Два Таких Письма Вот Могла Быть Его Переписка С Бухарином То Что Потом Мог Использовать Сталин Но Я Не знаю Детально Обстоятель Привезла Ли Она Этот Чемодан Было Ли Это Условлено Здесь Присутствие Но Горький Ведь Посвятил Он Не Просто И Посвятил Жизни Крема Сангина А Мария Игнатьевна Получала Донорары С С С С Крема Сангина То есть Он Ей Посмертно Удал Такую Попадарку По этой причине Наверное Сталин Хотел Чтобы Он Приехал В Россию Нет Сталин Хотел Сталин Знаете Ленину Некогда Был Заниматься Писателями Это Понятно Ну Гражданская Война И Их В любой Момент Могли Поймите Что Полное Окружение Интервенции Белой Армии Колчат Геникин Все Там А Сталина Уже Сталина Начинает Определенное Строительство Нового Государства Безусловно И Горький Ему Конечно Был Нужен В том Пламе Что Они Бунина Вернули И Куприна Скажем Вернули Куприна Умирать Сюда Практически Приехал Ему Здесь Бесплатную Операцию От рака Сделали Сидел На даче Вот Это Такая Политика По возвращению Писателя Это Политика Была А Горький Конечно Номер Один Здесь Был Тем Более Что Горький Зимний Реально Был Связан С Большевиками Действительно Был Связан С Лениным Вот И Но Со Сталином У него Не было Никаких Отношений До Этого То есть Он Есть Письмо Ленина Горькому Где Он Пишет Что Замечательный Грузин Попоминает Сталин Так Никакого Общения У них Не было Поэтому Горький Конечно Присматривался Прислушивался Пытался Понять Куда И вообще Такое Возвращение Условно Было В 28 Горький Приезжает Сюда Действительно Но Кстати Говоря Своё 60-летие Он Там Отмечает Он Уже Отметив Своё Это же 60-летие 28 Горький Уже Отметив Там За Границей Он В Мае Приезжает Сюда Но Он Живёт В России В СССР Как бы Такой Тёплый Период А на Холодный Период Он Возвращается Обратно В Соленто Что Действительно Ему Нужно Потому Что У него Проблемы С Лёгкими Вот Такая Суровая Зима Ему Вредна А Скажем Там В 32 Нет В 30 По-моему Году Он Даже И На Летний Период Сюда Не Приезжает То есть Он Весь Год Так Живёт Но С 33 Года Он Уже Не Воезной Есть Такая Легенда Что Сталин Сказал В Горький Собрался Через Раз Уезжать Сталин Крыму Климент Не Хуже У него Была Отдача В Крыму В Касселе Вот Но Он Действительно Был Не Воезный То есть Ему Был Перекрыт Варест За Границу В 35 Году К Нему Приезжал Роман Ролан И Это Очень Интересный Момент Потому Что Роман Ролан Очень Много Общался С Горьким И Написал Свой Московский Дневник Где В том Числе Высказал Такие Сомнения В Манере Ролана Это Прямо Не Высказывает Но В общем Дает Понять О том Что Он Пишет Что Это Медведь Которым Ставили Кольцо Кольцо Унос Вот Но Ролан Накладывает 50 лет Запрета На Издание Этого Дневника Его Издают Через 50 лет После Смерти Ролана То Ее По-моему В 80-е Годы Издали Первый Раз Значит Это Московский Дневник Такое Было Время Поэтому Но Что Касается Версии Убийства Горького Я Совершенно Не Разделяю Потому Что Нет Никаких Доказательств Того Что Годького Убили А Вот так Вот Отравитель Я не знаю Там Ведь Вокруг Него Было Очень Много Врачей Вокруг Годького И Не Не Все Они Были Уничтожены Тогда Молодым Был Профессор Спиранский До 61-го Года Должен Вот Нельзя Так В глазах Врачей Ланге Профессор Который Как И Вообще Давать Давать Шампанское Это Делалось Для стимуляции Во-первых Сердечных Действий Во-вторых Для того Чтобы Поднять Тонус Поднять Тонус Пробудить Вот Какой-то Такой Ну Жизненный Тонус И Тогда Человек Может Там То есть Это Использовалось Вот А там Это Подарется Как Что Вот Такое Вот Но Действительно Запись В Воспоминаниях Которые Надиктовывал До того Как Арестовали Петр Петрович Кричков Есть Такая Фраза Что Злечили Годькова Что Если бы Не лечили То Выжил Здесь Что Что Верно Шел Спор Между Врачами Именно В силу Того Что Я Такой Очень Важный Больной Был Вот И Врачи Конечно Боялись Что 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 То Не То Делают И В частности Тут же Спиранский Он Предлагал У Него Он Тогда Разработал Ведь Антибиотиков Не Было Еще Да А Он Тогда Разработал Такой Продвинутый Метод Благодаря Которому Может Максима Можно Спасти Максим От Нестороннего Спаления Легких Вот Метод Такой Новокаиновой Блокады Потом Подтвердилось Что Это Действительно Работает Вот Но Спиранскому Обказали Потому Что Он Был Молодой Левен Более Авторитетные Врачи Не Боялись В общем Там Такие А Что Вы Там Непосредственно Оправили Вряд И Зачем Сталин Любил Горького Как Писателя Ну Вы Знаете Очень Трудно Болу К Сталину Вот Я Знаю Что Сталин Очень Любил Чехова Это Правда Он Читал Перечитывал Есть Много Пометок А Вот Так Чтобы Я Знаю Что Сталин Очень Любил Пьесу Дни Бурбиных Булгакова Вот Это Я Знаю А Вот Каких Там С Горьким Ждругая Есть Это История По поводу Ранней поэмы Горького Девушка И смерть Вот На которой Сталин Написал Эту штуку Посильнее Фаусту Гетта Здесь Любовь Побеждает Смерть Это Правда Действительно Написано Рукой Сталина Красным Карандашом Но Это Шутка Была Это Они Вообще Шутливые Ленин Вообще Все время Смеялся Сейчас Видит Книга Данилкина Про Ленин Он там Пирс Про это Он все время Хохотал Он вообще Смешливый Человек И вообще С ним Когда Читаешь По-моему Ромена Ролана Приходит Бухарин В гости Он Горький Раз За горло Схватил Горький Захрипел У них Какие-то Вот Такие Были Поэтому Это Шутка Бывает Выпили Там Он Написал Здесь Любовь Побеждает Смерть Сталин Все-таки Не настолько Был Глуп Что Шут Посильнее Фауста Гетте Он Понимал Что Фауст Гетте Что Такое Ранее Поэму Горького Вот Не знаю Я Каких Специально Особо Любви Вот Отношения У них Знаете Я Когда Публиковался Эту Книжку В сервис ЖЗЛ То Мы С фотографом Из Молодой Гвардии Пошли В музей Горького Вот Как раз Особняк Ребушинского И Нам Дали Фотографии Много Много Мы Я Стал Выбирать Мы Там Фотографировали Я Увидел Вот Фотограф О Горький Сталин Улыбающийся А Мне Хотелось Я Так Представил Горький Сталин Что Вот Работница Музея Она Скала Неужели Верите В Это Я Говорю Как Вот Ж Фотография Он Говорит Это Монтаж Это Действительно Был Монтаж Монтаж Сделанный Валентиной Ходосевич Она Художница Была Очень Хорошая Для Журнала Настройка Коммунизма Настройка Социализма Вот И Там На самом деле Они Даже Разного Взрастов Если Посмотреть Я Смонтировал Два Снимка А Вообще Нет Ни Одного Снимка Где Горький Действительно Улыбался Со Сталином Вот Те Где Они Сидит Мрачный Вот Поэтому Там Сложные Были Отношения Достаточно Горький Боялся Сталина Вообще Никого В жизни Особо Не Боялся Здесь Был Безусловно Такой Испок Потому Что Не Сталина Даже За себя Сколько За Семью Вот За Людей Которые Были Близки Там Скажи Про Поездку Борького На Соловки Поездка Борького На Соловки Ну Это 29 Год Да На Харапуде Ревбоки Они Плывут Там Была Тимоша Невестка Горького Там Был Ягода Вот Поездка Это Конечно Горького Не Не Красит Но Опять Понимаете Не Воправдание Мы Вот Ошибка Наша Когда Мы Судим О каких Там Эпизодах Жизни Мы Судим С позиции Того Что Мы Уже Все Знаем Знаете Что Мы Уже Умные Мы Действительно Знаем Что Произойдет Потом И так Далее А Для Людей Того Времени Это Все Происходило Вот Сейчас И Они Не Все Знали К Чему Что Ведет Вот Поэтому Например В 20 И 30 Годы Работ Работник НКВД ДТО Потом НКВД Это Была Элита Страны То есть Эти люди Они шли По улице Своей форме Как Орлы Это Это Лучшие Люди Страны Потому Что Они Обороняли Страну Советов От Море Враждебной Буржуазного Мира И Внутренних Врагов Это Действительно Многие Очень Верили Поэтому То Что Годьки Там Едет С НКВД Дистами Нам Сейчас Это Видится Чем Таким Зловещим И так Далее А Тогда Это Не Воспринималось Так И Вот Скажем Последующая Поездка Вот Хорошо Горький Плывет На Соловки Там Со Знакомительной Поездкой Приехал Ознакомился Я Был Это Некрасик Но Вот Эта Поездка Песадили По Левоморско Балтийскому Каналу Который Организовывал Горький Он Сам Там Не Был Там Их Там 100 Человек Катает Я Не Могу себе Представить Что Там Чехов Определенный Перелом Он Произошел Безусловно Но Им не Представлялось Чем-то Таким Я Ну да Вот Они Поехали Смотреть Как Строился Этот канал Вот Другое Другое Что Горькому Конечно Нужно Подъявлять Больше В этом Смысле Претензий Потому Что Горький Был Человек Более Опытный Человек Умный Многое Понимал Лучше Плохо Любой Плохо Но Поначалу На Словецком Лагии Там У них Был Свой Театр Там У них Выходили Там Свои Журналы Там Чуть Что Не Происходило Потом Уже В 30 Годы Там Просто Произошло Перенаселение Потому Что Ссылали Такое Количество Людей Что Там Начались Массовые Расстрелы Вот Они Красиво Потому Что Мне кажется Так же Как Не Красив Писатели Когда Они Плыли По Морканал Так Как-то Не Изучают Свою Страну Вот Я Понимаю Что Горьком Хотелось Посмотреть Славки Интересно Было Посмотреть Славки Но Не Да По-моему И Правильно Да Самый Переоцененный Мать Конечно При том Что Это Просто Называлось Главным Произведением И В школе Там Изучалось Потому Что Мать Очень Интересные Речи Местами Очень Сильные Речи Безусловно Вот А Что Касается Недооцененной И Мало Известной Это Я считаю Заметки Из Дневника Вот Рассказы 22-24 Годов Очень Интересный Цикл Рассказов Горького И Я Считаю Что Горький Был Невероятный Мастер Таких Портретов Человеческих И писательских И о Толстом Хотя Мне Как Человек Который Давно Много Уже Занимается Биографией Толстого Я Сейчас Конечно Всерьез Читать Очерк Горького Толстого Не могу Это Толстой Не был Таким Но Это Очень Интересно Написано Здорово Написано Просто Беда В том Что По этому Очерку Часто Делают Какие-то Выводы Толстого Совершенно Неверные Но Горький У него Совершенно Потрясающий Очерк Олене Де Андрееве О своем Друге А потом О Враге На долгих Годах Дружили Потом Врагами Были Вот Очень Интересно О Чехове Там О Короленко О Сувержинском Ну В общем Вот ему Это давалось Горькому Горькому Вообще Удавалось Изображать Людей То есть Его С одной Станово Такая Такая Странная Малопонятная Вот эта Религия Человека Я Как бы Понимаю Я чувствую Что в ней В этой Религии Откуда Так сказать Она Вот Но В художественном Плане Он действительно Очень Интересовался Человеком Я В конце Своей Книги О Горькому Серии Жизел Я там Немножко Схулиганил В серии Жизел Наверное Так нельзя Я написал Что вообще Горький Наверное Скорее Всю Инопланетянин Он был То есть Его Придали ему Такой Облик Типический Достаточно С одной стороны На мастерового Похож С другой стороны Старец На Ницше Был Похож В общем Такой Как бы Вообще Внешность Таких Людей Можно увидеть Среди Рабочих Мастеровых А с другой С другой Марк Твен Такой же Был Тоже С классный С усами Ницше Вот Его То есть Начеловечили Но Он страшно Интересовался Что это за люди Какие-то Человек Это же так Интересно Ленин Розанов Он все время Не смотрел И это правда У него Очень интересный Какой-то взгляд На людей Горького Он их Описывает С изумлением Все Это кстати Его любимый Такой Эпитет Такой был Изумительно Изумительно Часто В том числе По поводу Разного рода Сталинских Мероприятий Изумительно Изумительная Работа Наших Хорганов Вот Но Он действительно С изумлением Смотрел На людей На босиков На купцов Кто ему Больше всего Удавался Героев Миллионеры И босики Смотрите Какой диапазон С одной стороны Фома Гордеев Васа Железновый Егор Галычев То есть Такие Богатые люди Таких Хозяева Таких Жизни А с другой стороны Челкаш Малево Вот Вот Этому Удавался А вот Среднее Не очень Вот Поэтому Вот Мне очень Под этим Враться Коллекцию Почему он Нетский Собирал Ну В коллекционерство Это вообще Болезнь Вот Собирательство Это же Болезнь Человек Увлекается Человек Увлекся Он Собирал Всякого Раритета Его Прекали Подозревали Ведь они С Андреевой Как раз После Февральской После Октябрьской Революции Они Одновремя Возглавляли Не помню Как называлась Эта Организация Но Тогда Изымали Ценности О Что Они Они Использовали С Этих Но Во время Гражданской Войны Действительно Он что-то Там Покупал И В частности Увлекался Этим Японским Коллекция Лично Сталина Сталина Трудно Жить В произведении Искусства Даже Архитектур И он Почти Ведь не Жил Там В Горьке Ведь Вы поймите Он Приезжал Сюда Он Жил Либо В Горках Либо В Теселе Это Скорее Было Все Таки Такой Знаете Офис Вот Там Встречи Со Сталиным Эти Происходили Он Не Выбирал Больше Того Говорят Что Не Очень Доволен Был Зачем Вот Такое Здесь Даже Как Маленье Маленье Ребушинского Самого Она Была Тайна Это Маленье Потому Что Они Принадлежали К Старообрядцам А Старообрядца Уже В разные Времена По-разному Преследовали В то Время Там За Старообрядчество Солдаты Могли Отдать Несмотря Потому Что Там Миллионер Поэтому Вот Он Устроил Себе Тайную Молению Который Молил С ним Горькому Это Совершенно Не нужно Было Конечно Нет Он Знал Очень Хорошо Церковную Культуру Потому Что Дед Воспитывал Ставил Церковные Книги Читать Он Это Все Знал Но Церковь Конечно Совершенно Далек Это Не Его Была Какая Это Вся Интеллигенция Была Такой Вся Русская Деволюционная Интеллигенция Она Совершенно Была В лучшем Случа Дифферентная И даже В итоге Дворянство Нам Сейчас Так Кажется Православное Было Крестьянство Православное И то До Пары Интеллигенция Дворянство Просвещенное Они Да Это Очень Интересный Вопрос Стронко Говорю У него Два Было Друга Ну Так Из 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 Людей Это Шаляпин Вот И Это Леонид Андреев Причем Удивительно Что с Андреевым Они Все-таки Очень Разные Были По Манерам Письма И Вообще Но При Этом Это Очень Так До Момента Их Расхождения Они Два Было Момента Первый Это Когда Горький Конечно Невероятно Андрееву Помог Он Вообще В Некотором Родину Сделал Как Писателя Потому Что Андреев Немножко Занимался Им Во-первых Он Пил Сильно Во-вторых У него Такая Довольно Тяжелая Была Молодость С одной Стороны Как раз У него Он Очень Такой Влюбчивый Был Женщины Все время Какие-то Проблемы Были С другой С другой На нем Была После Смерти Отца Семья Он Был Старше Нужно Содержать Мать Сестер Своих И учился Еще И юристом Начал Работать И потом Как журналист Стал А Горький Он Удивительно По рассказу Баргамута Гораська Понял Что Невероятно Талантливый Человек И Конечно Чутье Горького Звериное Было Просто Звериное Вот По одному Рассказу Который В газете Курьер Московской Напечатан И он Сразу Организует Выпуск Его Рассказов В издательстве Знания А издательстве Знания Выпустит Рассказы Под эгидой Горького Это Уже Успех И Андреев Действительно Разворачивается Он Горькому Конечно Был Невероятно Благодарен Больше того Он Тянулся Очень К нему Это Вот Когда Читаешь Переписку Горького Андреева Ты Видишь Что Андрей Был Некоторым Долго Зависим От Горького Знаете Бывает Такая Психологическая Зависимость Более Слабого От Более Сильного Он Нуждался В нем А Горький Во-первых В революцию Ходит Во-вторых Андреев Тоже В революцию Часто Он Такой Декадент Декадент Склад Ума Был Пессимистический Он Пессимист Смерть Горькому Это Не нравится Плюс У Андреева Трагедия Происходит Не умирает Его первая Жена При родах Сына Данила Который Теософом Станет Знаменитым Роза Мера Данила Андреева И Андреев В полном Разрушенном Состоянии Душевном Приезжает Горькому На Капри А у Горького В это время То что я вам Рассказывал Туда все едут Там Политика Вершится Судьбы Мира Вершатся Андреев Как-то Приехал С этим Своим И Горький Не то что Его оттолкнул Но он как-то Не совсем Его принял Не совсем Понял Андреев Обиделся А потом Окончательно Они разошлись В период Первой мировой войны Когда Андреев Такую Ультрапатриотическую Позицию Занимает Искренне Абсолютно Он идет В газету Русская воля Берет там Билетристический Отдел Это была газета На деньги банков Созданная Ну такая Как бы Патриотическая Газета И он думает Что А он известный Уже очень писатель Что он Привлечет в себе Много Писателей И всем Рассылает И к нему Никто не идет Потому что Это интересный момент Не потому что Патриотический А потому что На деньги банков Писатель Тогда считал Это нельзя Идти в газету Которая Сдается на деньги банков Вот А Горький В это время Занимает Другую Совершенную Позицию У них Уже Деологи Ну а потом Революция Андреев Эмиграция Оказывается В Финляндии Вот Горький Здесь Андреев Пишет Несколько Статей Там В которых Горького Вообще Проклинает Просто Так сказать Вот Пишет Преступник Что он там Ответит За все Это Немножко Странно Потому что Сам Андреев Тоже Участие Революция Проникла Это Свойственно Интеллигентным Художественным Людям Скажем так Свойственно Видеть Сучки В глазах Не видеть Сорех Вот И Шаляпина А Шаляпина Другая Стория Они Действительно Были В этом плане Похожи Два Самородка Два Такие Волжские Люди Такой Талант Стихийный И Тут Конечно В этом Это Сиятельная Дружба Потом Была Потому что Слава Для того Другого Огромное Было Там Это Поразительно Когда Шаляпина Здесь Подвергли Абструкции В связи С тем Что В конце Оперы Жизнь За царя Актеры Мариинского Театра Договорились Упасть На колени Перед императором Который Был На представлении С тем Что мы Повысили Зарплату И они Упали И Шаляпин Тоже упал Шаляпину Зарплату Не нужно было Повышать Деньги так были Но он Просто писал Я не знал Мы упали Но я тоже встал Чувствуя Столбом Стоять Он Чувство Солидарности С актерами Но после Этого Началось Там Офитеатров Он нам Прислал Его портрет Который Он ему Подписал Писали Что он Николаем Кровавым Это же Такое Было Время И Горький Его тоже Осудил И Шаляпин Это очень сильно Задевало И он поехал Горькому И Горький Значит Вот Знак уважения Он поехал На лодке Встречать Сам То есть Там же Корабль не мог Попосредственно Косту Встречать На лодке Потом Шаляпин Там Пел Все Это Такое В общем Немножко Еще Театрализованно Все Очень Было Но Это Действительно Они Любили Друг Друг Друга Тянулись Ценили Очень Друг Друга Но Разрыв У них Произошел Вот В связи С чем Когда Как раз В 28 Горький Едет Сюда Он Сначала Сначала С Шаляпиным И он Уговаривает Его тоже Вернуться Горький Не хотел Конечно Один Он Хотел Чтобы Федор Тоже С ней Поехал А Федор Не поехал Но Тут Дело Такое Что Понимаете Голос Шаляпина Он Был Востребован Везде В этом Плане Скажем Рахманинову И Шаляпину В эмиграции Не то Чтобы Проще Было Но Вы Понимаете Да А Писатель Он же Связан С языком Он Связан Со Своим Читателем И Это Тоже Предопределяло Возвращение Горького Суда Вот И Шаляпин Отказался Горький Обиделся На него Хотя Он Понимал Это Все И Потом Между С ними Случился Еще Один Конфликт Потому Что Шаляпин Издал Первую Часть Своих Мемуаров Которые На самом Деле В общем Практически Писал Горький То есть Он Обрабатывал А он Как-то Это Никак Не Указал Шаляпин Вот И По Эту Полу Там Тоже Конфликт Но Когда Горький Умер В 36 Году Шаляпин В Эмигрантской Прессе Написал Учеркание Это Некролог Самый Сочувственный Что Он Пишет Что Какие Прегрешения Не Были За Алексеем Максимовичем Но Я Как вам кажется Если бы Горький Сегодня Жил Крым Позицией Гражданской Если бы Горький Еще Сейчас Ваши Какой Позицией Гражданской Позицией Трудно Говорить Я Могу Сказать Какой Он Снимал Скажем До Революции Горький Ну Скорее Он Был Западник Даже Не Скорее Западник Горький Был Он Не Разделял Увлечения Азии Уж Точно Вот И Всякого Рода Евразийские Темы Не Были Ему Близки Он Считал Что Россия Должна Тянуться К Европе Что Россия Должна Ставиться Европой В общем На этом Акцент Делал Хотя При этом Как художник Он Как раз Интересовался Такой Стихийной Рощью Такой Глубинной Языческой Такой Рощью Вот Поэтому Противоречия Между Его Взглядом И Художественным Интересом Они Безусловно Были Вот Но Убеждения Вот У Гонькова Есть Статья Ну Во-первых Две души Которые Очень возмущался Леонид Андреев Где Он Пишет Что Недостаток Русской Души В том Что С одной Стороны Две души Не потому Что Западная И Восточная С одной С одной Душа Кочерника Монгола А с другой С другой Душа Славянина Такая Рыхлая Мечтательная Вот А Нужно Значит Вот Как Запад Конструктивно Короче Наслил Вот Поэтому Был Григорький Патриотом Он Любил Россию Но Патриотически Он Не Занимал В период Первой Мировой Войны Он Не Занимал Точно Патриотическую Позицию Он Занимал Пацифистскую Позицию Против Войны Вообще Вот Поэтому Не знаю Как 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 Он Ставий Сегодня Был А Произошел Ли какой-то Пересмотр Не Революции А Себя Ну Как Все равно Он был Одним Строительным Одним Силос Пересмысление Революции Ну Что Даже Не Революции Я Не Свою Революцию А Свою Ровь Правильно Сказали Ну То есть Не Рассказался Ли Он В том Что Участвовал Революцией Ну Вы Знаете Это Несвойственно Было Вообще Горькому Вот Этот Элемент Такого Посыпания Голову Пеплом Уныния Такого Так Он Не Этого Типа Был Человек Горький Он Понимаете Он В этом плане Был Называется Застегнут На все Гуглицы Он умирал Так Он умирал Невероятно Мужественно То есть С полным Сознанием Что он умирает Не боялся Этого И Это Несвойственно Он Ему важно Было Так сказать Делать Что-то Он Человек Делом Человек Поступка Действия Да Вот А не Каких-то Вот Там Переоценок Но В какой-то Степени Жизни Клима Сангина Конечно Есть Переоценка Очень Многого И Вообще Там же Ключевая Тема Жизни Клима Сангина Вот Какая Что Люди Выдумывают Себя Что Россия Себя Как бы Русские Люди Выдумывают Себя Выдумывают Плохо Вот Он Показывает Что Это Правда Это Правда Это Главная Отрицательная Черта Серебряного Века Вот Этого Прегреволюционного Времени Что Люди Себя Выдумывали Вот Они Не хотели Жить Естественно Нормальной Жизнью Они Все время Так сказать Играли Какие-то Роли А в результате В общем На какое-то По крайней мере Время Проиграли В общем Страну Собственно Вот Поэтому Конечно Там Есть Но Это Не Свойственно Внутри Может быть Все Что Угодно Но Он В этом Плане Довно Такой Скрытный Был Член Ну Я считаю Что Тверскую Надо было Конечно Название Тверска А Метро Могли бы Не Переименовывать Потому Что Памятник Остался Там Стоит Один Памятник Бой Кому Стоит Внутри Ну Мне кажется Очень красиво Это Понимаете Это Все Происходило Потому Что Решили Что Пушкин И Чехов Это Великие Писатели А Кольки Это Придуманные Писатели Потом Со временем Оказывается Совсем Так Знаете Это Как С Маяковским Тоже Все Так Что Вот Там Ранний Маяковский А Поздний Маяковский Это Бездарность Это Что Это Все Неправда Поздний Маяковский Он Сильнее Как Поэт Чем Ранний Маяковский Это Очевидно Просто Возьмите Дело Не в том Что О чем Ты Пишешь А Дело В том Как Ты Пишешь И Ранние Поздние Стихи Там Та же Поэма Владимира Слини Это Мощнейшая Вещь Поэтическая Мощнейшая Вот То же Самое С Горьким Это Проходит Время Становится Понятно Что Любить Нельзя У нас Вот В Англии Институте Преподаю Там Висит Портрет Павла Корина Портрет Горького Работа Павла Корина Я не знаю Это копия Или Даже Не подлинник Из музея Горького Потому что Они давали Какие-то Экспонаты Для этого Может быть Копия Грандиозный Совершенно Портрет Я С студентом Говорю Вы знаете Кто это Они Горький Я говорю А чей Это Портрет Лучший Портрет Горького Который Павел Корин Сделал Вот И там Из этого Портрета Видно Что это Он на фоне Везувия Как бы Согласно Возвышается Согласно Сделал Возвышается Над Везувием А сгуст Согласно С Горьбина Абсолютно Одином Горький Вокруг Просток Корин Очень точно Это Схватил Вот Здравствуйте Здравствуйте Горьковная Помощность Возвышение Горького С театром С театром Да Ну С художеством Театром Ну Вы знаете Я не занимался Специально Этой темой Но они Достаточно Известны Во-первых Обстановка На дне А потом Так сказать И Дети Солнца И Дачники И Потом Второй период Когда Горький Уже возвращается Там Вторая Вторая Редакция Вас Железновой На мой взгляд Она хуже Но Некоторые Деатралы Что нет И больше Первая Редакция Но Это Интересно Очень Это Целая История Просто Отношение Горького С театром И Горький Безусловно Безусловно Удающийся Драматург Был Нет Сомнений В этом Чехов 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 Как раз Хорошо Оценил Горького И Очень Так сказать С большой Симпатией К нему Относился Вот И Ранние Рассказы Многие Нравились Но В общем Как бы Критиковал За За Какую-то Чрезмерную Там Пафосность Скажем Там Павел Человек Не понравился Чехов Пошутил Что Человек Девятел Который Шествует Вперед И выше Трагически Прекрасный Человек Но Патетичность Была Свойственна Молодого Горького Потом Назбавлялся От нее Чехов Проповедь Молодого Попа Говорящего Баса Нау Он так Подшучивал Но В принципе У него Их были Хорошие Отношения И Чехов Горький Уже Как издатель Незадолго До смерти Чехова Он Пытался Перетянуть Чехова В знания Чехов Был Продан Маркс Продал В том числе Эти пьесы Которые Будут писать Кабала Такая Была Дежурно Обязан Была Он Понимал Что Все Туда Пойдет И Горький Предполагал Может быть Даже Выкупить Чехова Маркса То есть Перетянуть Его Знания Ну Снет Родня Ну Как Родня В общем Снет Чехова Вот У них Как раз Были Вполне Такие Наши С Толстым Там Сложнее Было Они Разные Люди Были И Все Таки Большая Разница В возрасте Была И Толстой Немножко Ревниво Горькому Относился В том Плане Что Он Понимал Что Молодежь Это И в Его Семья Происходило Он Видел Как Дочь Его Читают Горького Как Сын Лев Увлекается Горьким Новый Какой-то Модный Писатель Он Чувствовал Себя Немножко Таким Устаревшим Старомодным Им Не Нравилось А С Чехом Нет Этого Не Бло Спасибо Вам Спасибо Вам Спасибо Спасибо Спасибо